Могилы на новосибирских кладбищах начали оформлять по новым нормативам. Высота оградки не больше 40 сантиметров, расстояние между участками не меньше полуметра. Правила касаются только свежих захоронений и носят рекомендательный характер. То есть по-прежнему будет возможность подчеркнуть масштаб личности усопшего или его особое положение с помощью монументальных надгробий. Как выделяются там, где, казалось бы, все равны, расскажет Мария Черешнева. В обелисках можно разглядеть и характер усопшего, и достаток его родственников, и очертания эпохи, и главное, кем был человек. На плитах художников вместо фотографий портреты, актеры навеки в образе, надгробия писателей, будто раскрытые книги. Отдельного внимания заслуживают цыганские памятники. Монументальные, позолоченные. Сделано все для того, чтобы показать, насколько усопший был богат. И даже на самом памятнике детально прорисовано. Человек любил роскошь и дорогой алкоголь. Смотрители рассказывают, что рядом с усопшим в могилу положили драгоценности, позолоченные седла из бруи, телевизоры. Такие могилы нередко вскрывали мародеры. А это тоже свидетельство лихих 90-х. Часть надгробия, высеченной в камне 600-й Мерседес, в натуральную величину, выбили даже госномер. Законом ограничены только размеры. То есть надгробное сооружение не должно превышать, вот именно на данный момент, двух с половиной метров. То есть больше никаких ограничений нет. А простые, неприметные, на первый взгляд, металлические надгробия на самом деле целый пласт погребальной моды. Железо. Могилы, оформленные подобным образом, можно встретить именно в Новосибирске. Город промышленный. Обычно такие памятники ставили заводчанам. Все просто, без изысков, но и не очень практично. Конечно, памятники подкрашивают, но ржавчина все равно проступает. Если 70-е и 80-е – это монументальность, то в 90-е стали задумываться о практичности. На пике популярности тогда были вот такие простые гранитные памятники, как у моего дедушки. Сейчас хит-продаж – камень, обработанный только с одной стороны. Но ожидания в этом случае не всегда оправдываются. Вот эта вот часть вся через два года будет уже темная. Все это впитается – снег, дождь, все это будет темно. Сейчас даже памятники украшают не живыми цветами, а каменными. Но с каждым годом люди все большее предпочтение отдают кремации. Это колумбарная стена за плитами урны с прахом. Пустых осталось совсем немного. По всей вероятности, стену будут куда-то продлевать. Но пока непонятно куда. Мария Черешнева, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск.